Здравствуйте, друзья! Для тех, кто по какой-то причине сегодня остался дома и не смог прийти в школу, я подготовил цикл уроков по информатике, который позволит вам освоить весь материал второй четверти. Цикл состоит из трех уроков. Единственное условие, которое требуется от вас, вы должны учиться в седьмом классе, потому что это эти уроки для семиклассников. Итак, начнем. Первый урок нашей серии «Основные компоненты компьютера и его функции». Сегодня мы с вами повторим принцип работы компьютера, из каких основных устройств он состоит, мы поймем, что такое компьютерный, именно компьютерный носитель информации, узнаем все о видах компьютерных сетей, и самое главное, мы научимся решать задачи на расчет передаваемой по компьютерной сети информации. Это пригодится вам в девятом классе на экзамене по информатике. Поехали. Как вы знаете, с марши классов компьютер состоит из основных частей. Это монитор, это системный блок, это клавиатура и, естественно, мышь. Но этих знаний семикласснику недостаточно. Давайте заглянем внутрь системного блока. Основные устройства. Материнская плата, к ней подключаются все остальные устройства компьютера, процессор, оперативная память, видеокарта, жесткий диск, оптический привод и блок питания. И все это вместе мы называем аппаратным обеспечением компьютера. Запишите это. Компьютерные носители информации. Что это такое? Давайте запишем с вами определение. Устройства, с которых компьютер считывает и хранит информацию. То есть это память. А раз это память, давайте ее разделим на две категории. Первый вид память внутренняя. Сюда входит так называемая оперативная память, аббревиатура английская RAM, русская OZU, то есть оперативное запоминающее устройство. Память энергозависимая и отвечает за обмен информацией между процессором и устройствами ввода и вывода. Ну и есть постоянное запоминающее устройство, английская аббревиатура ROM или PZU. Энергонезависимая память используется для хранения неизменяемых данных, то есть всех основных настроек компьютера. Ну и раз есть память внутренняя, значит должна быть память и внешняя. Давайте поговорим о ней. Что входит туда? Это жесткий диск, это различные оптические диски, CD, DVD, это флеш-накопители и различные карты памяти. А теперь я предлагаю вам немножко отвлечься и сходить в магазин. Ну и магазин не простой, а компьютерный. Для чего мы туда пойдем? Сейчас у многих возникает очень большая проблема при покупке компьютера. Мы приходим в магазин и не знаем, что выбрать. Сейчас я вас этому научу. Итак, первое, на что вы должны обратить внимание, это характеристики процессора. Их всего лишь две. И первая из них – тактовая частота. Она показывает, сколько операций в секунду может выполнить процессор. И измеряется она в мегагерцах. 1 мегагерц – это 1 миллион операций в секунду. Итак, после того, как вы определились с тактовой частотой, мы переходим к следующей характеристике. Это разрядность. Количество двоичных чисел, которые процессор может обрабатывать одновременно. На данный момент максимальная разрядность составляет 64 бита. То есть 64 нуля единицы может обработать компьютер за одну операцию. И после того, как мы определились с процессором, мы смотрим на оперативную память. Основные характеристики оперативного запоминающего устройства. Это объем. Прежде всего объем. Чем больше объем памяти, тем быстрее производительность в целом. И вторая характеристика – это тактовая частота. Тактовая частота должна соответствовать процессору. Иначе они просто не смогут работать вместе. Итак, с этого момента вы умеете покупать компьютер, а мы идем дальше. Компьютерные сети. Давайте поговорим немножко о них. Прежде чем это сделать, я хочу ввести три основных понятия. Первое – это провайдер. Организация, предоставляющая доступ к интернету. И услуги, связанные с интернетом. То есть это продавец услуг сети. Сервер. Компьютер, подключенный по локальной или внешней сети, к которому периодически обращаются за информацией другие компьютеры, которые именуются клиентами. Итак, сервер, клиент. И протокол. Что такое протокол? Это правила. Правила и соглашения, используемые при передаче данных в сети. То есть без этих правил компьютеры просто бы не смогли общаться с друг другом. Правила должны быть для всех, в том числе и для компьютерных сетей. Итак, какие же сети бывают? Первая сеть – это локальная. Это маленькая сеть в пределах одного здания или даже одной комнаты. И там компьютеры связаны между собой для обмена информацией. Локальную сеть мы можем поделить на два вида. Первая – это одноранговая сеть, состоящая из одних клиентов. То есть там сервер отсутствует и все компьютеры равны между собой. И сеть многоранговая. В этой локальной сети используется уже сервер. Сервер, который хранит информацию и к которому обращаются клиенты или рабочие станции. Виды компьютерных сетей локальные разобрались. Теперь переходим к другому виду. Это локальная сеть – интернет. Всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации. По-другому мы ее называем всемирная сеть или глобальная сеть. И сеть эта построена тоже по одним правилам, которые называются TCPIP. Теперь переходим к самому главному – измерению количества передаваемой информации. Сейчас мы будем решать задачи. Но прежде чем это сделать, давайте запишем одну формулу, по которой вычисляется объем передаваемой информации. И равно V умножить на T. И тут хотелось сказать, что скорость передачи данных измеряется в битах в секунду, в которой мы можем перевести в килобиты, в мегабиты, в гегабиты, если это нам необходимо. Для этого, напоминаю, нужно предыдущее количество информации разделить на тысячу. И биты превратятся в килобиты, килобиты в мегабиты и так далее. Давайте сейчас попробуем с вами решить одну задачу из экзаменационных билетов за 9 класс. Итак, задача. Сколько времени будет скачиваться аудиофайл размером 7200 килобайт при интернет-соединении с максимальной скоростью скачивания 192 килобита в секунду? Давайте запишем, что нам дано. Мы знаем, сколько весит файл. 7200 килобайт. Что мы знаем еще? Мы знаем скорость интернет-соединения. 192 килобита в секунду. Нам неизвестно только время скачивания. Как мы будем его искать? Первый шаг при решении данного типа задачи. Мы должны уравнять единицы измерения информации. Посмотрите сюда. В первом случае у нас килобайты, во втором случае килобиты. Чтобы произвести с ними какие-либо операции, их нужно уравнять. Мы можем либо килобайты превратить в биты, для этого мы их должны умножить на 8, либо килобиты превратить в биты, разделить на 8. Почему на 8? Я надеюсь, вы помните. Потому что в одном байте 8 бит. Ну, так как на экзамен по информатике калькулятор вам пронести нельзя, поэтому здесь целесообразнее будет, наверное, биты превратить в биты. То есть 192 разделить на 8. Давайте это сделаем. 192 делим на 8 и получаем 24 килобайта в секунду. Итак, единицы уравнены. Аудиофайл весит 7200 килобайт. Скорость соединения 24 килобайта в секунду. Теперь давайте решим эту задачу. Формулу мы с вами знаем. И равно V умножить на T. И нам известно, V нам известно, неизвестно время. Поэтому формулу мы эту преобразуем. У нас получается T равно размер файла делим на скорость соединения. Давайте произведем данные операции. Итак, 7200 килобайт делим на 24 и получаем. 300 секунд. Или более привычный нам единиц измерения времени 5 минут. Ответ на задачу 300 секунд или 5 минут. На этом наш урок закончен. Я желаю всем хороших оценок. И прошу вас подписаться на наш канал. Классная работа или время выбрало нас. Всего доброго. До новых встреч на следующем уроке.